Привет! Меня зовут Станислав Чернышов. Я поздравляю вас с Новым годом! Желаю всем радости, счастья, здоровья! Студентам успехов в изучении русского языка, интересных уроков, легких тестов и экзаменов и преподавателям умных и веселых студентов. А сейчас немного истории. Сейчас мы празднуем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, но так было не всегда. Раньше Новый год в России праздновали в марте. Эту дату мы получили вместе с юлианским календарем через Византию из Римской империи. Римский Новый год был в марте, и юлианский календарь, названный так по имени Юлия Цезаря, тоже, конечно, пришел из Рима. Так было до конца 15 века. В конце 15 века в 1492 году московский царь Иван Третий, это не Иван Грозный, Иван Грозный был Иван Четвертый, решил изменить дату и приказал праздновать Новый год в сентябре. Кстати, и годы считали по-другому. В это время русские считали годы не от рождения Иисуса Христа, а от дня рождения или, как говорит Библия, сотворения Адама, первого человека. И это значит, даты были совсем другие. Новая реформа календаря была во время великого реформатора Петра первого. Когда по старому календарю в сентябре пришел 7208 год, 7208 от Адама, Петр I решил реформировать, изменить календарь. Он приказал праздновать Новый год с 31 декабря на 1 января, как в других странах Европы, а годы считать от рождения Иисуса Христа. Это значит, этот год в истории, в русской истории, был самым коротким. Он продолжался только четыре месяца. Начался в сентябре и закончился 31 декабря. И после 7209 года вдруг пришел Новый 1700 год. Так начинался Новый век, век великих реформ, которые изменили нашу страну, культуру и историю. Кстати, Россия продолжала жить по юлианскому календарю до революции, когда другие страны уже использовали более точный григорианский календарь. И только в 1918 году новое правительство большевиков решило перейти на григорианский календарь, а разница между календарями в это время была уже 13 дней, и церковь, русская православная церковь, как более консервативный институт, до сих пор продолжает пользоваться юлианским календарем. Поэтому Рождество в России празднуют с 6 на 7 января, на две недели позже, чем на Западе. Правда, для нас Новый год – это самый главный большой семейный детский праздник, а Рождество считается религиозным праздником. Это день, который празднуют религиозные люди. Кстати, благодаря реформе календаря у русских есть еще один неформальный смешной праздник, который называется Старый Новый год. Это с 12 на 13 января, это Новый год по старому стилю, по юлианскому календарю. Если вы настоящий Новый год праздновали с семьей, а хотите еще встретиться с друзьями или с коллегами на работе, у вас есть второй шанс, это очень удобно. Еще раз с Новым годом, успехов, радости, счастья, здоровья! А я обещаю в Новом году подарить вам много новых интересных уроков и новые книги. Спасибо, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова